Потрудились на отлично. Щелковский район вошел в пятерку лидеров Подмосковья по организации работы социально значимых учреждений. Основу составляет утрасль образования. В учреждениях занимается порядка 50 тысяч человек. За год в детских садах-новостройках в Лакеневаре на Медвежеозерском введено 490 мест. Готовятся к открытию еще три, общей мощностью на 530 воспитанников. Отметил на подведении итогов за 2016 год председатель комитета по образованию администрации района Гавриил Поляковский. В соответствии с указами президента, охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием на 1 января 2016 года составил 100%. Имеется в виду, конечно, актуальная очередь. На 1 января 2017 года также 100%. Каждый второй ребенок посещает занятия в учреждениях дополнительного образования. Поэтому показатель у Щелковский район стабильно занимает первые места в области. Ведется работа и по включению Щелковского района в федеральную программу по строительству школ в Медвежеозерском поселении. В микрорайонах Солнечный, Чкаловский, Жигалово, Финский и в районе 16-й школы на период до 2021 года. С их появлением в районе отпадает надобность учиться во вторую смену. По такому графику в городе сейчас работают 10 школ. На ликвидации второй смены в этом году в своем обращении обратил внимание губернатор Андрей Воробьев. Достижения целевых показателей по указам президента, они были, как я уже сказал, все достигнуты. В основном с исключением в системе здравоохранения. Три показателя, над которыми мы очень плотно работаем. К этим трем показателям относится смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразование и туберкулеза. Сокращение числа летальных исходов во многом будет зависеть от выполнения намеченного плана капитального ремонта лечебных учреждений. Этот вопрос администрация района тесно решает с Министерством здравоохранения. Сегодня эта тема главная на повестке дня. Говоря о работе социальных учреждений в Щёковском районе нельзя не отметить и отрасль спорта. В Щёковском районе в полную силу заработала ледовая арена имени Третьяка и физкультурно-оздоровительный комплекс на Дальнем Воронке. Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Павлов отметил успехи в трудоустройстве молодежи. За год получили сезонную работу с зарплатой в 12 тысяч рублей свыше 600 подростков, что позволило району занять второе место в конкурсе «Лучшая организация Московской области», предоставляющая рабочие места для временного трудоустройства молодежи. Позитивные перемены произошли в отрасли культуры. Заметно преобразились после реконструкции Щёлковский театр, Дом культуры имени Чкалова. Ведутся реставрационные работы под расширение экспозиции в Щёлковском музее. По итогам открытого голосования организованного Минкультуры Московской области из 15 учреждений наиболее высокий балл набрал Щёлковский районный культурный комплекс. Педагогов, медицинских работников, тренеров, показавших высокие результаты профессиональной деятельности, Надежда Суровцева и Алексей Валов наградили почётными грамотами. Мы стараемся, чтобы дополнительные финансовые материальные вливания позволяли тем учреждениям и объектам нашей социальной сферы достойно выглядеть. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково». Охват молодёжи.